13 ноября Международный день слепых. Он призван привлечь внимание мировой общественности к проблемам незрячих людей. Дата выбрана не случайно именно в этот день. Во Франции много лет назад родился известный педагог Валентин Гаюе, основавший первые в мире школы для слепых. Как сегодня помогают людям, лишенным зрения, и что им необходимо для полноценной жизни, расскажет Елена Зубрева. Каждый шаг в неизвестность. Свой маршрут в Омско-региональное отделение общества слепых Юлия Панферова привыкла прокладывать на ощупь. От тактильной плитки, которая должна помогать незрячим ориентироваться на опасных участках тротуара, нет никакой пользы, говорит девушка. Она шатается под ногами, она лежит неплотно друг к другу, поэтому в ней, как правило, застревает трость незрячего человека. Есть ведь правила, есть ГОСТ, как должна лежать плитка. Есть правила дорожного движения, как должны останавливаться автобусы. Есть службы ЖКХ, которые должны убирать своевременно. Если бы даже хотя бы все это работало, было бы уже намного проще перемещаться по городу. На сегодняшний день в городе около полутора тысяч незрячих. Это только официальные цифры. Чтобы сделать городскую инфраструктуру комфортной для таких людей, в 2011 году в стране запустили федеральную программу «Доступная среда». Это такие мероприятия, как установка специальных светофоров со звуковыми сигналами. Если говорить, допустим, по этому году, то у нас в Омске установлено 16 этих светофоров. Сейчас идет работа, заканчивается, точнее, работа по обустройству остановочных павильонов. Порядка 20 павильонов должно быть оборудовано. Между тем, отсутствие качественной доступной среды в городе – не единственная преграда на пути слепых. Общественное мнение зачастую ставит знак равенства между понятиями «незрячий» и «неполноценный». Человеку с ограниченными возможностями здоровья гораздо сложнее реализовать себя в профессиональной сфере. Инвалид первой группы по зрению Глеб Новоселов – один из тех, кому удалось одержать победу над обстоятельствами. Спустя почти пять лет безрезультатных поисков работы, мужчина смог устроиться в университет преподавателем социологии. Есть такая хорошая фраза «стучите и вам откроют». А если не открывают, пинайте ногами. Кто чего в этой жизни хочет, тот того и добивается. Действительно, бывает так, что кажется, что все, уже дальше ничего не получится. Но, тем не менее, нужно как-то собираться, действовать дальше. И у меня есть масса знакомых, масса примеров, когда люди не с первого раза, но, тем не менее, находили себя в этой жизни. И если в России окружающая среда пока больше закаляет характер и без того привыкших к трудностям людей, то в Европе их интересам уделяется несопоставимо большее внимание. В Германии во всех крупных инфраструктурных объектах, будь то больница или супермаркет, действует постоянная служба сопровождения, готовая в любой момент помочь незрячим людям. А в Швеции каждый нуждающийся и вовсе имеет право на бесплатные услуги профессионального ассистента. Но самое главное, в развитых странах не употребляют уже ставшее клеймом слово «инвалид». Даже толерантные люди с ограниченными возможностями заменяют на люди с повышенными потребностями, призывая общество тем самым эти потребности удовлетворять. Елена Зубарева, Антон Щетинин, Новости 24 Омск.